Здравствуйте, дамы и господа! Предлагаю вашему вниманию выдержки из программы людей, родившихся 27 мая не високосных и 26 мая високосных годов. Информация выброчно взята из каталога человеческой популяции и представляет собой очень краткий обзор характера на примере женского описания. Характерной особенностью данной личности является то, что эта дама постоянно, постепенно меняется. Ее изменения нельзя назвать резкими. Их алгоритм скорее напоминает исполнение ритуала или дипломатический прием, где все происходит неспешно, без суеты. Все действия производятся с ощущениями собственного достоинства. Вследствие этого для окружающих эти изменения почти незаметны. Но не в этом суть. А суть в том, что изменения стабильно присутствуют в ее жизни. Если есть люди, которые в своем воображении видят или желают видеть мир статичным, то это особо постоянно находящееся во внутренних изменениях. Все факторы данной личности работают по этому принципу своевременных относительно ситуации изменений, напоминая птицу, которая спокойно парит в вышине. Крылья ее почти не двигаются. Но она не стоит на месте, так как воздушные массы двигают ее сами. Только вместо ветра и воздушных потоков у нее выступают разнообразные события и ситуации внешнего мира. Эта дама очень ситуативна. Во-первых, она всегда стремится к тому, чтобы в этом постоянно меняющемся подвижном мире гибко встроиться в ситуации, плавно втечь в нее. Ей это идеально удается. Недаром из всех стихий эта дама более всего любит воду. Подобно воде, она, попадая в то или иное общество или сферу деятельности, меняется сама и неизбежно меняет что-то вокруг. И все это происходит тихо и незаметно. Помогает ей в этом ее качество классификатора. Свидеть обо всем по аналогии. На основе примеров исторических, культурных, философских, антропологических. То есть, как кто когда-то поступил, что сказал, по тому или иному вопросу и так далее. Она выявляет общий признак сходства, берет это за образец, копирует и становится похожей, сходной, однородной ситуацией. Во-вторых, ею всегда выбираются подходящее время. Это происходит не спеша, медленно, верно, но без особых затягиваний, ожиданий или приготовлений. Она спокойно, плавно меняет свой ритм, скорость в зависимости от тех или иных событий, людей, ситуаций. В итоге всегда и везде успевает, всегда ко двору. Она не станет плыть против течения. Данная личность отличается еще одним очень важным свойством. Она стабильно стремится находиться в реальности, не жить иллюзиями. Реально мыслят, ее интересуют конкретные дела, проекты, которые можно воплотить в жизнь. Эти дела в итоге смогут принести пользу, ощутимую выгоду. Не понимает бесполезных действий, бессмысленных телодвижений. Данная личность имеет субъективное представление о себе, как о человеке, которого превзойти невозможно. По определению. И надо отдать ей должное, она действительно всеми силами стремится стать недосягаемой для всех конкурентов и конкуренток. Благодаря трудолюбию, целеустремленности, упорству и настойчивости, ей действительно удается стать высоким специалистом в любой выбранной деятельности. Кстати, для нее не существует авторитетов. Она сама претендует на педестал. Особенно по тем вопросам, которые относятся к ее профессиональной сфере. При этом требуя к себе уважительного отношения, желательно с оттенком почитанием. Эти требования не влияют на учебу и желание совершенствоваться. В итоге с годами она, накапливая огромный опыт, действительно превращается в человека, который много знает и умеет, является образованным культурным профессионалом. Но есть опасность стать буквально одержимой идеей собственного самосовершенствования, зациклиться на себе, как на сверхценном объекте. Эта дама верит в то, что гениями рождаются. С ее точки зрения маловероятно, чтобы мастерство могло прийти к человеку без каких-либо усилий с его стороны. К сожалению, так думают далеко не все. Данная личность желает совершенно четко знать, что и зачем. Она делает, то есть имеет привычку действовать максимально осознанно. Это приносит свои плоды. Она что-то, начиная делать, имеет уже устойчивые мотивы. А делая, старается делать это так, чтобы впоследствии ее невозможно было бы упрекнуть несовершенствами, незнания вопроса, неряшливости, глупости, дилетанции и так далее. Поэтому жизнь, где учеба и совершенствование своих качеств является нормой, для нее, в общем-то, наиболее максимально вероятна жизнь, которую она выберет. Она прекрасно понимает, что все и вся нельзя досконально изучить. Тем не менее, сделает максимальное из возможного, постарается достигнуть известного совершенства. И, как правило, пока она понимает, что дело не освоено, но и лучшим образом, она никогда не афиширует своего навыка или знания. Скорее, просто обозначит так, я учусь делать то-то и то-то, и все. И затем, в своей обычной манере, медленно и верно, она доводит начатое дело до совершенства. Потому что считает, что если уж заявлять, что ты чем-то обладела, то ты действительно должна это хорошо знать и уметь желательно на уровне эксперта. Ее цель – все вокруг должно быть соразмерным, соответствующим, функциональным, стабильным, качественным. А главное – четко работать. Можно сказать, что у этой дамы нет заветных желаний. Она считает, что все возможно, все достижимо, все осуществимо, если очень постараться, и быть целенаправленно, и никуда не спешить. Эта дама считает, что нет никого мудрее ее. Будучи человеком, способным в насвоении все новых и новых знаний и навыков, нередко действительно способна аргументированным доказательством. У нее светлая голова, которая богата разнообразными идеями, способна генерировать точные и понятные мысли. Помимо этого, будучи прагматичной, она предпочитает выдавать полезные и продуктивные идеи. Но прежде чем что-то высказывать, предпочитает все тщательно обдумать, потому что не любит интеллектуальных набросков, непродуманных до конца высказываний. Любая мысль, высказанная небрежная, кое-как вызывает у нее неудобства и раздражения. Женщина она весьма самодостаточная, для нее не существует ни высшего учения, ни какого-либо единственной истинной доктрины. Приобретая многообразные опыты, серьезные познания в разнообразных областях, эта дама имеет свое мнение, на которое не так-то легко повлиять, даже с помощью серьезной аргументации. Своими идеями она дорожит, но это не означает, что ничего больше не надо искать, ничего не надо знать. Напротив, ищет. Ищет философию, как реальный рецепт жизни. И необходимы ответы, каков он на самом деле, мир людей, где рецептура, где единая для всех работающая система, какое учение, какая религия может вернуть человеку лик человеческий. Если вас заинтересовал краткий обзор данной личности, и вы захотели получить полное описание этого или любого другого человека, многократно превышающего по объему информацию, которую я только что озвучила, обращайтесь. Продолжение следует...